Привет, народ! Россиян скоро обложат налогом на регистрацию гаджетов. Совет Федерации уже выступил с предложением ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с доступом в интернет. Согласно предложенными сенаторами законопроектам, производители и импортеры гаджетов будут обязаны регистрировать их по уникальному номеру e-mail. Физическим лицам, купившим девайсы за границей, придется регистрировать их на сайтах госуслуг. Нормы это коснется не только телефонов и планшетов и ноутбуков, но также, например, и счетчиков воды и электроэнергии, да и любого цифрового устройства. Стоимость регистрации будет в районе 100 рублей. Принимать оплату будет под ведомственные Россвязи, научно-исследовательский институт, систем связи и управления ЦНИИС. Там же будет создана единая база имей-кодов. Сенаторы предлагают обязать операторов сотовой связи блокировать незарегистрированные устройства. Купленные ранее устройства можно будет зарегистрировать в срок от 3 до 5 лет. А мы начинаем. Пока целую пятилетку страна переживала взрыв патриотизма. Пока все ходили на митинги в честь воссоединения с Крымом и скандировали лозунги о поддержке президента, силовики не сидели сложа руки. Они готовились к иным временам. Видимо, к тем, что наступают. А иначе и не скажешь. В тени новостей с Украины и Сирии остались новости отечественной оборонки. Оказывается, в последние годы в нашей стране были разработаны десятки номинований техники для борьбы с собственным народом. Отечественная промышленность в этом даже дала фору мощнейшей советской индустрии. Большинство новинок принято на вооружение Росгвардии. Как теперь власти собираются разговаривать с обществом в нашем обзоре. Это «Газель» – малотоннажный автомобиль. Его собрали на Горьковском автозаводе. Предназначен он для перевозки пассажиров. А это «Газель Росгвардия». Ее собрали там же, но обычных граждан она возить не будет. После того, как эта машина пришла в столицу в стандартной комплектации, ее доработали в Москве за 65 миллионов рублей. А это почти миллион долларов. Как доработали? Да очень просто. Покрасили в неприметный мышиный серый цвет и оснастили системой комплексного нелетального воздействия. Согласно документов, система эта предназначена для создания стойкой реакции избегания, препятствующей нахождению в области воздействия. Если коротко, то она нужна для разгона толпы. А толпу этот чудо-автомобиль будет разгонять так. Сначала людей попробуют оглушить. Лазерный излучатель оказывает акустическое давление на расстоянии 10 метров. Он страшно шумит, издавая звуки мощностью 135 дБ, при которых человек может получить контузию. Для сравнения, взлетающий реактивный самолет несет за собой звук двигателей мощностью 130 дБ. И это уже болевой порог для человека. Работа отбойного молотка сопровождается звуком мощностью 120 дБ. Наверное, власть имущие не подумали о том, что и приказ о разгоне толпы может быть незаконным. А в зону действия установки могут попасть и случайные прохожие. Здоровье им после запуска такой установки вряд ли уже вернешь. Но главное, это ведь освоит бюджет и выполнить приказ. Хотя бы и так. Для тех, кто придет в наушниках, Росгвардия приготовила другой сюрприз – лазерную установку, которая ослепляет. Как говорят, на некоторое время. Но говорить можно все, что угодно. Учитывая ситуацию в стране, скоро все заявления разработчиков, наверное, будут проверены в боевых условиях. А чем еще Росгвардия собирается воевать против собственного народа? А вот чем. Это электрошоковые щиты. Они совмещают в себе две функции. Во-первых, защищают бойцов армии президента от камней и палок, а при соприкосновении с противником бьют его током. Щиты-шепот вместо электрического импульса используют акустические сигналы высокой частоты и интенсивности. Видимо, шумят они чуть тише, чем доработанная за миллион долларов газелька. Но это еще не все. Для диалога с населением Росгвардия уже используют дубинки-электрошокеры «Зевс», способные бить электричеством на пять метров. В ход могут пойти и специальные инженерные машины для разгона демонстраций «Торнадо». А размазанных по асфальту демонстрантов легко смоют бронированные водометы марок «Лавина», «Ураган» и «Шторм». Гранатометные системы залпового огня нелетального действия «Лафет» предназначены для оказания психофизического воздействия на участников демонстрации. Но и шедевром инженерной мысли стала установка «Стена». За три с половиной минуты КАМАЗ превращается в семиметровое заграждение с небольшими амбразурами, через которые удобно расстреливать толпу. Не только одними машинами наше правительство собралось бороться с неугодными на юридическом фланге. Тоже работа идет. На Медне в Госдуме в первом чтении был принят законопроект о неуважении к власти. Теперь под предлогом борьбы с фейками и чернухой в интернете будут похоронены и журналистские расследования. В принципе, на этом можно попрощаться. Но нет, пока что закон принят только в первом чтении. Пока время у нас все еще есть. И потому мы продолжаем. Сейчас вы увидите, как принимаются законы в парламентах разных уровней. По ведению депутат Шувалова. Уважаемый Алексей Валерьевич, на толпу загорелось при голосовании 33 за и 3 против. Таким образом, 36 человек. Посчитайте по главам, сколько присутствует. Я насчитала 26. Елена Анатольевна, для того, чтобы считать, у нас есть специальная система в зале. Я ей полностью доверяю. Значит, ваша система действует неправильно, потому что возьмите свои глаза в руки и посчитайте, сидит 26 человек. Елена Анатольевна, существующая система полностью обеспечивает работоспособность Думы. Это ситуация, обыденная для Московской городской Думы. В Государственной же Думе все примерно так же. Депутаты голосуют как-то так. Народные избранники всех уровней так и блещут с замечательными инициативами. Например, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева предложила лишать любой материальной помощи рожениц старше 29 лет. Это не, видимо, так бюджет собираются экономить на восстановлении Сирии. Давячи Минобороны отчиталось о восстановлении 31 тысячи жилых домов в этой рабской республике. А тем временем чиновники денег не жалеют. Прямо сейчас вы увидите, пожалуй, самого богатого мэра России. А еще вы увидите, как живут его избиратели. Именно в этом убогом здании, что у меня за спиной, работает, похоже, самый богатый мэр России Сергей Белоусов. Как же так получилось, что Веринный ему район топит фекалиями, а люди замерзают зимой? Сейчас узнаем. Первый вопрос. Как так получилось, что зарплата у вас больше, чем у господина Собянина? В смысле? Ну, доход. Смотрите. Что за глупый вопрос? Ну, то есть без комментариев. Нет, почему без комментариев? Есть заработная оплата моя, я считаю, что она никак не может быть выше, чем, как вы выразились. Ну, мы смотрели декларации Собянина. Ну и что? Собянин скрывает доход. В смысле скрывает? У вас зарплата выше, получается? Доход выше, чем у Собянина? Причем здесь Собянин и причем здесь я? Если у вас есть сомнения по моему доходу, вы можете обратиться в органы прокуратуры, они у нас контролируются. Понятно. Несколько лет назад исчезла у нас котельная, которая обогревала весь поселок, была горячая вода. Сейчас у нас нет котельной во многих квартирах, печи, буржуйки. И электрокотлы. Водонагреватели. Водонагреватели. Все на электричестве, на самом дорогом энергоносителе. Клоди бенечки хорошие. То есть помыться мы, как нормальные люди, не можем. Впрочем, этот репортаж из заповедника Средневековья, что находится в 50 километрах от Уральского мегаполиса, в нашей следующей программе. А мы продолжаем. В Читу вас приглашаю. Здесь большие проблемы с отоплением, и горожане вынуждены спать с включенными обогревателями. Как итог, перегруза электросетей. Местные народные избранники предложили весьма оригинальный способ решения проблемы. Нет, нет, не отремонтировать котельные теплотрассы, а просто отключать на ночь многоквартирные дома от электроснабжения. По логике им надо на ночь отключать этот свет. Ну, как на дачах. И все, не будут топить. Эврика. Гениально. Видимо, затем женщины и выбирали в городской парламент. А что еще можно ожидать от типичного представителя партии «Единой России»? Но ни одним отоплением Читинцы и Дину. У них, кстати, еще весь город завален мусором. Это результат так называемой мусорной реформы. Но то и самое, что привело к подорожанию услуг в несколько раз. Наши коллеги из ЗАПТВ разбирались. Они через неделю после рейда, проведенного главой администрации города, вновь проехались по несанкционированным свалкам. И что же они увидели? Сети-менеджер обещал в течение суток весь мусор будет убран. Интрига дня. Сдержал ли Олег Кузнецов свое обещание? Сейчас мы прибыли на улицу Ангарская. Именно с этого места и начался рейд Александра Осипова. Здесь неподалеку находится свалка. Давайте же посмотрим, убрали ее наконец-то или нет. Но что-то по запаху кажется, что все-таки нет. Как мы видим, чудо не произошло. Пакеты с мусором также лежат на своих местах. И это в нескольких метрах от центральной улицы города. Сегодня на оперативном совещании Кузнецов сообщил, не все сразу, без любимых бюрократических процедур никак. Так, чтобы убрать свалку, необходимо сначала создать специальную карту, составить протоколы и только потом начать работу. Планомерно, не спеша, а там глядишь и лето. Здравствуйте. Вы здесь живете? Да. Расскажите, как давно здесь существует эта свалка? Зиму уже точно вот эту не убирают. С июля или с июня. Вот так вот где-то не убирают. Вообще не убирают? Вообще не убирают. А вот со вчерашнего дня, может быть, к вам кто-то приезжал, смотрел? Ну, так если бы приезжали, наверное, убрано было бы. Жена звонила, она говорит, говорят, берите, мы вам привезем пакеты. И один пакет 80 рублей будем вывозить. Но это еще не самое страшное. Куда хуже дела с мусором обстоят в Красноярске. Как-то так. Ароматы от этой свалки, как и от других в Красноярске, ощутимы за версту. Горы отходов уже выросли выше человеческого роста. Если вы еще не поняли, то еще раз обращаю ваше внимание, что это не колхоз заброшенный какой-то, это столица Красноярского края. Сегодня мы дозвониться не можем, кое-как дозвонились. Нам сказали, а что вы думаете? Вот пока они не управляются. Это первый раз. Вот это вот дело. Первый раз. И так у нас аккуратно все вывозили. Оказалось, это перестройка, которую сделали сейчас. Вот начинается. Не знаю, это будет лучше или нет. Черт его знает. Чиновники обещали, что после мусорной реформы ситуация изменится в корне. Обещали, выполнили. Ситуация действительно в корне изменилась. Теперь мало того, что за вывоз мусора придется платить в 10 раз больше, так еще и все завалено. Старые подрядчики не могут работать в новых реалиях. А новые подрядчики пока еще не умеют. Получился, как всегда, непредвиденный коллапс. Никто не думал, что новогодние праздники у нас такие длинные раз. И во-вторых, то, что в новогодние праздники, конечно же, люди производят больше мусора, чем в обычные дни. Это не было учтено региональным оператором. Сейчас он эту ошибку осознал. Да, вот этого оба министра, да вот на одной из тех самых помойчик. Вряд ли ему можно найти более подходящее место. А мы продолжаем. У нас в стране всего три федеральных канала, вещающих не из Москвы. В Самаре, в Екатеринбурге и в Питере. На одном таком канале тружусь и я. Работа, честно скажу вам, такая, что не позавидуешь. Новостями и аналитикой нужно охватить всю нашу необъятную родину. Нужно расшибиться, но сделать так, чтобы программы эти были интересны зрителю от Калининграда до Владивостока. Вот только незадача. Все известные личности и эксперты тусуются в пределах МКАДа. И порой нужно месяцами ждать, когда кто-то известный приедет и потом любой ценой тащить его в студию. Но наши коллеги из культурной столицы впереди планеты все. Они затащили к себе в студию иностранную даже гостью. Да еще какую. Мою младшую дочку, которую я недавно родила, зовут Наденька. Надежда. Это не просто красивое имя. Мне кажется, это одно из главных слов в жизни любого человека. Такое же важное, как вера и любовь. А для семей, в которых деткам нужна срочная и дорогая медицинская помощь, Надежда необходима как воздух. Надежда, что деньги найдутся, операция пройдет вовремя и ребенок будет жить. Да-да, вы не ошиблись. Это бывшая российская фигуристка, а ныне гражданка США, бизнесменша Татьяна Навка. В 2017 году она только официально задекларировала свой доход в размере 200 миллионов рублей. То есть по 811 тысяч за один рабочий день. Журналисты попытались выяснить, как же Навке удается зарабатывать такие суммы. Все оказалось куда проще, чем вы думаете. Оказывается, для этого достаточно было выйти замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. И ведь она вышла. Она с легкостью может спасти десятки, если не сотни детских жизней, оплатив из своего кармана необходимые операции за рубежом. Если у нас таковые не делают. И если государство, которое, как всем известно, нам ничего не должно, не дает на это денег. Ну тогда зачем же она пришла в студию? Наверное, чтобы рассказать о том, как детей спасало. И не мечтайте. В рамках акции «День добрых дел» мы не просто собираем деньги. Мы даем родителям этого ребенка огромную надежду. Пожалуйста, включите канал в четверг и отправьте смс на короткий номер. Пусть добром наполнится ваше сердце. Да уж, когда видишь Навку, просящую денег, у простых людей, живущих за чертой бедности, которые еле концы с концами сводят, сердце действительно наполняется. Но наполняется оно злобой и ненавистью. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите в соцсетях, добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю.